Всем привет, друзья! Сегодня отправляемся с вами в город с мамой, наша дружная компания. Я реально очень люблю проводить время с мамой, поэтому, когда пишут, что ты там с мамой, я не знаю. Для меня это просто мой лучший человечек, моя лучшая подруга. Вообще, мне никто не надо, кроме мамы. Мы хотели сегодня с мамой съездить в пюре. Мы в этой кондитерской не были очень давно. Мы были, наверное, там последний раз осенью, а десерты оттуда последний раз ели в новогодние праздники. Вот помните, мы собирались, я, мама Карина, у мамы дома, у нас был такой фуршет красивый, еще до войны это было. И мама тогда покупала три шикарных, просто невероятных десерта из пюре, там в виде фисташки, помните, был десерт. И вот мы сильно с мамой хотим туда съездить. Я не знаю, работают ли они сейчас, летка работает ли, работают ли они просто на вынос. Ну, в любом случае, мы туда съездим. Мне еще нужно в магазин зайти, ну и просто прогуляться. Сейчас действительно самый прекрасный, красивый месяц. Именно сейчас хочется гулять, потому что потом, когда начнется лето, я знаю себя. Я буду просто страдать на улице и все время вам ныть об этом в каждом видео. А сейчас как бы то самое время для прогулок. А еще мама хочет заказать крем под глаза. И я заказала новый от СРВ, от СРВ, я все время путаю, как говорить. И говорю, мам, давайте принесу то, что мне осталось, чтобы ты попробовала. То есть у меня еще немножко осталось этого крема, она попробует и, может быть, тоже закажет от этого бренда себе. Ну, потому что крем не дешевый, но он неплохой. Вот. Мама с какой-то тарелочкой. Ромашку, мы такие до маршрутки до вечера не пойдем. Татья, ромашечки хорошие. Я эту маршрутку, ромашку подарю первую. Я мелочь приготовила. Очень вкусно получилось. Ой, вообще обалденный этот рецепт. Вчера видео было, ребят. Насколько у меня все вот эти рецепторы притуплены. Но вот именно с беконом очень... Ну, грудинка. Бекон, грудинка. Мне кажется... Ну, она дает пикантности блюду. Ну, единственное, что бы я изменила, я когда покупала кабачки, их было всего пять штук. И я выбирала, ну, чтобы они хотя бы ровные были, они там горбатые, маленькие остались. Кабачок должен быть побольше, чтобы вот этот слайс был сам, слайс шире. Чтоб все поместилось, да, внутрь. Да, тогда оно будет красиво смотреться. И более, ну, во что будет завернуть. Потому что у меня он был небольшой, вот так, что тут положил, а завернуть-то и ела, что ли. Вот кабачка. Вот кабачок надо выбрать, чтобы был крупнее. Вообще, очень. Ну, так же я хочу. Я вчера шпажки купила в Авроре, 12 лет. А мы с папой ужинали. Смотрю, ты идешь с Авророй. А мы как раз за селом ушли. Наш ребенок идет, говорю, что-то несет в руках. То ли шпажки, то ли телефон. Шпажки и телефон. Ты в руках телепаешь, а что там... А что там... Классно смотрится. Да, в принципе, вот такой формы я хотела. И каблук хороший. Подожди, что меня немножко смешает. Я хочу немножко мягшей кожи, потому что я могу набивать вот эти места. Вот так, жестко. Ой, такое ветер. Мы вообще с мамой приехали в город, чтобы она поискала себе там обувь. Она определенную модель хочет. Ну, вы ее только что видели. Это что-то вроде мюли на таком маленьком, аккуратненьком каблучке. Но не так просто. Будет найти такую обувь у нас по нормальной цене еще. Потому что миротон оказалось, что это Китай. Но я думаю, что фабричный какой-то хороший Китай. Но стоили эти босношки, которые мама мерила, со скидкой уже 3 тысячи. Ну, такое. Да, друзья, мы сильно хотели зайти в пюре. Но там сегодня как-то грустно. Реально. Ну, я понимаю, почему. Наверное, потому что... Может быть, не все там работают или еще. Ну, как-то там грустно. Там нет такого выбора, как был. Что-то нам ничего не улыбнулось, в кавычках. Все шоколадное. То, что я вообще не... Не, ну, я бы что-то съела, но не было такого, что... Вот точно хочу это. Да, вот как это раньше было. Очень грустно. Потому что это вот... Ох, ты красивый. Вау, да. Я тебе покажу вам. На тебе огроменный букет. Супер. Интересно, ей подарили? Или она кому-то несет, да? Мамы, платьичко новое. Очень красивое, симпатичное. Мы видели мои подпишечки. Когда? Я не была на 14 лет. Где? Ну, где мы были с папой в это... Вайловике. Так, кто там видел? Два человека? У меня в Инстаграм в сфере видели. А, ты в Инстаграм выставляла фотку в этом платье? Я, видно, не обратила так-то внимания. Ты же не смотришь тоже, мам. Смотрела я всегда твой Инстаграм. Между прочим. И вообще его создатель. В итоге привела маму в булку. Я тоже люблю это заведение, хотя была здесь всего из-за рации. Люблю, потому что мне здесь понравилось. Здесь вообще очень-очень красивый десерт. Спасибо. А тарелки как у Самуэйла, смотрите. Офигенные тарелки. Мы взяли с мамой пирожочки. Сейчас как бы время обеда, надо что-то поесть такое. Как Алина, грубенькая. У меня пирожочек с курицей с рыбами, с беконом и с картошкой. У мамы с капустой пирожочек. Водичку здесь приносят вот бесплатно просто. Это, по-моему, сеть от Coffee Lab. Вот у нас есть кофейник Coffee Lab и булка, по-моему, от этих же владельцев. Ну, тут и круассаны. Они шикарнючие, большие, красивые круассаны. Очень-очень десертов. Я стояла, полчаса выбирала, ничего не выбрала. Еще подумаю. И вид на проспект. Кому интересно, это на БШ у нас. Чуть выше кинотеатра нужно подняться и будете здесь. Тоже руки, по-моему, лучше мне еще понравилось. Смотрите. Бери. Нас тут заинтересовали орешки из Дурблю. Смотрите, какие интересные. Они тут еще есть шоколадные с кокосом и сирийские классические есть. Ну, у меня очень понравились пирожки. Кофе вкусный. А вот маме эспрессо не понравился. Эспрессо не понравился. Это очень определительно. Прям кислятый. Очень кисло. Это то, что я чувствую. Ну, как раз мам. Потому что почувствовала, что это самое главное. Я, кстати, ела вчера пищуковую печеньку протеинную. Сначала было в африкордах пса, а потом интересный такой вкусный был. Наш вкусный вкус. Это было прям очень приятно и очень вкусно. Может, от протеина, там же белок. А то очень белковое печенье. Красивый орешек какой. Ну, я так, наверное, торблю сверху, да? Да. Вкусно? Повешу. Мы тут с мамой проходили, не понимали, откуда здесь много людей. И подумали, что, наверное, беженцам еду дают. Но так и есть. Здесь бесплатное питание для беженцев с 11 до 2. Каждый день это в Ван Гоге и на бульваре Шевченко. Вдруг кому-то нужно? Ребята, знаете, куда идти? Зашли с мамой в этот. Ой, это те красивенькие. В Сашу Фабиане, в которой нет Саши Фабиане в Украине. А тут тут сейчас очень много. Вот это очень классно смотрится. Очень красиво. Я очень такую обувь люблю. Ребята, смотрите, цена вообще. Смех. Смех. Да и Толика. А ну-ка встань. Ой, я такое очень люблю. Но меня смущает. Такие же тебе сказали. Я для тебя нужна. Ну, я мне не подшлить, ты сейчас особо носить. У меня нет ничего. Ну, видишь, как пятка подвисает, хотя размер мой. Мне единственное, что не нравятся эти жемчужины. А как люди носят браслеты на ногах? Вот так можно ходить? Мне не очень нравится сочетание вот этого платья и жемчужинок. Ну, конечно, это повседневная обувь. Конечно, с джинсами, да. С юбками, да. Оно совсем будет. Смотри, это вообще не цена. Уже всяких так поваляются. Ну, ты лучше бы второй померила и посмотрела вместе. Они красивые, но вот эти вот блестюшки. Ну, это, знаешь, дело вкуса. Тебе нравится? Ну, мне тоже как-то... Не, ну, что, меня это не смущает. Если не смущает, значит, будешь брать за 500 гривен. Мне понравилась одна обувь сейчас накуплю лишь для того, что... А это то, что я говорила. Вот я хожу, мне как бы... Чтобы не было такого, что с три пары на три тысячи накупила, лучше бы купила одни за три у Мира Тонь. Ну, ты знаешь, я просто так в двух-то барахтах не покупаю. Я должна как бы... Просто вот это, ну, так сказать... Это не красивенько, ничего. Ну, хотела мама модель на тоненьком каблучке, вот такую, а с задником. Ну, с задником только на толстом каблуке, короче. Вот эти уже почти две тысячи, да, тысячи? Они не очень удобные. Чтобы это сзади было вот это. Видишь, как-то подлицает. Не, не, не то. И тут из меня как-то тупо смотрится. Вот эти красивые. Но оно будет очень красивое. Они тут очень маломерят все. Вот это ж Китай. Они же все по-разному. Ну, вот это очень красиво на ноге смотрится. Они меня сжмут. Любенькие симпатяшки какие. Классно. Белая обувь, кстати, очень круто. Ну, а вот так я могу. Ну, я не знаю, что слишком парадное сухое. Белый цвет, ну, как сильно, знаешь... Нет, сама эта жизнь, это уже не торжество. Ну, смотри. Я буду ходить и выпрыгивать. Видишь? Смотри, все. Ну, да. Может, там завязывать надо бантик как-то. Но сама по себе модель супер. Ну, именно модель. Да нет, это просто пол такой. Ой, хорошенькие, мам. Ну, пора, значит, начинать. Мама вся в жизнь приходит и уходит. Конец. А почему? Мы с любых людей. Нам тут папа позвонил, сказал, девчонки, давайте в городе встретимся. Ой, все закрыли девочки. Он сегодня на мотоцикле выехал покататься. Так, закрытые, только с колучками, понимаешь? А те были... Да, те мы нашли, те были единственные, которые мне... Давай я поеду к тебе сейчас. Папа герой в этом плане, конечно. Я не радовала. Мы пришли в французу на советской, но я расстроилась. Что-то франца у нас очень испорчилось. Очень грязно. Колготы, смяки, ботану, что ли? Что-то, да, они тебе вообще пытаются. А не покупать? Ну, ты себе сейчас придумаешь, даже они тебе не нужны. Так, быстренько покажем, чего мы там с мамой в деве купили. А, это же скамула, потому что домой ничего интересного. А это вот мое новое молочко для тела. Неутрогена, как-то так называется. Я наскнулась на эту фирму, на мейкап, и увидела, вот, кстати, со скидкой это молочко в деве. 250 мл сделано, вроде как в Греции написано. Ну, по отзывам был хороший продукт, поэтому напишите просто в комментариях, как вам, кто пользовался. Мне понравилось по отзывам, поэтому я и купила. Мама взяла себе пару каких-то масок. Она их делает часто. И вот этот крем, я тоже видела у него отзывы на мейкап. Я маме его, в принципе, порекомендовала в магазине. И девочка потом, консультант, подошла и сказала, что для очень сухой кожи рук вот этот классный крем. Мы даже им попользовались, нам тоже понравилось. Так, ну, это мамин эти, как их назвать, мюли, балеточки. Только не балеточки. Мюли, хорошо. Нет, ну, пусть будут босоножки. Хорошо, пусть как угодно. Мне все равно, как. Так жарко, ребята, стало. Все, да. Ну, все, мы больше ничего не купили. Немножко сирени наломали. Ну, ребятки, это, конечно, что стараешь, да, несложно. Все время кажется, будто бы ты такое преступление совершаешь. Хотя видишь, сколько людей в городе носят сирени и продают ее. То есть все так же самое, люди ломают. И она уже начала сохнуть, отцветать. У меня там прям сирени с такими желтыми листочками. Уже все. Причем как-то в один момент, да, она вот... Да, ну, конечно, помоют. Ну, что, Зай, спасибо тебе за компанию. Тебе спасибо. Не хочешь ко мне на чай? Да не, мамуль, мне нужно домой тоже. Я тоже хочу покупаться после... О, хочу вымыть. Чувствую себя грязной. Ой, Смей, бузочек. Я для себя поняла, что очень прикольно ходить в Еву. Там очень много действительно хорошей продукции можно найти. И по нормальным деньгам. И даже вот такую, которую встречаешь на мейкапе, ее можно найти в Еве. Корейская косметика там есть. Ну, в общем, действительно хороший магазин. Что-то как-то вот сейчас прям тоже Ева набрала оборотов. Это как АТБ, знаете, везде там в ТикТок рекламируются. И тоже все там в АТБ. Так же самое сейчас, наверное, с Евой. Я рада за маму, что она купила вот эти мюли. Ну, вроде это мюли. Мне очень нравится такая обувь. Это очень женственно. Это очень красиво. Это романтично. Это удобно. Это актуально. Это даже, можно сказать, классика. Ну, если убрать там вот эти вот блестюшки. Ну, это такое, знаете, это уже дело вкуса, действительно. Красивое, действительно. И мы их купили в Украине на третьем, по-моему, этаже. Ну, магазин называется Саша Фабиани. Там раньше продавалось этого бренда обувь. Сейчас там этого бренда нет. Но название такое осталось. Вот. Еще хочу сказать, что у нас троллейбусы бесплатные в Запорожье. Может, кому-то это будет интересно. Вот тройка у нас едет бесплатно. Вообще всем бесплатно. Но тяжело там ездить. Я лучше заплачу деньги и поезжу на маршрутке. Потому что очень много людей. Очень душно. Ну, тяжело реально. Это только если прям сильно нужно сэкономить. Или там пенсионерам, да. Ну, и я уже увидела, что начали продавать пионы. То есть мы тут сирень нарвали уже, которая сохнет. Уже с пионами бабушки выходят. Как-то все так стремительно быстро происходит. Ты не успеваешь это уловить. И за пюре немножко расстроилась. Не из-за того, что мы там не посидели, не поели десерт, не попили кофе. Это все такая ерунда. Кофе, десерты везде можно найти. А вот потому что тоже очень в очередной раз прочувствовалось, что война. Даже вот здесь в городе у тебя... Ну, вы видите, когда? Опять не буду говорить спокойно. А то меня все ненавидят за эти слова. Мои родственники говорят, что ведьма. Но ты все равно чувствуешь в каких-то моментах, что она касается. Касается там, где вроде бы ты думала, что почему-то все будет так же, как прежде. А понятно, что так, как прежде сейчас не будет. И это тоже, ну, это расстраивает. Это расстраивает. И поймите мне правильно, не в плане десертов, а просто вот что-то где-то ощущаешь, что ты не почувствуешь того же, что ты чувствовал там год назад. Все изменилось и будет меняться. Неизвестно как, в какую сторону вообще. Ну, такое. Радуюсь, что сегодня хотя бы тревог днем не было. И мы нормально гуляли, не думали об этом. Вот так. Все. Пойду, повыкладываю истории в Инстаграм. Что-нибудь там, может, сиреню выложу. Спасибо вам, что смотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся очень скоро. До встречи. Берегите себя. Пока.